Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. В этом уроке мы поговорим про движение профиля и разумной активности, которую может и должен создавать эксперт. Вначале несколько слов, зачем это делать, для чего нужна активность и какие критерии показывают о том, что ваш профиль развивается. Если вы замечательно оформили свой профиль, выложили классный продающий пост, который закрывает все боли вашей целевой аудитории, но этот пост смотрит 10 человек, если, заходя на свою страничку, вы не видите никаких сообщений личных, новых, добавлений в друзья, никто не комментирует ваши посты, то это говорит только об одном. Даже если вы крутой эксперт, о вашей экспертности никто не знает. Поэтому нужно проявлять регулярную активность. И регулярная активность в социальных сетях – это не только качественный контент, который вы регулярно выкладываете в соответствии со своим контент-планом. Это, конечно, те действия, которые вы сами хотите получить на своем профиле. Хотите получать лайки, репосты и комментарии? Занимайтесь тем же самым над профилями других людей. Хотите, чтобы вашу страничку просматривать? Ваша аватарка с какой-то полезной информацией, которую вы пишете, должна появляться в социальной сети, в нашем случае ВКонтакте, на множество различных страниц. И чем в больших местах вы отметитесь, тем больше вероятность, что вас кто-то увидит, и тем больше вероятность, что кто-то перейдет на ваш профиль. Хотите получать лайки – лайкайте других. Хотите друзей – сами добавляйтесь в друзья. Все, что вы хотите получать от других, нужно то же самое делать самостоятельно. На любое действие человека совершать свое ответное. Кто-то вам нажал лайк – ответьте ему тем же. Но вся наша активность сводится к тому, чтобы начать с человеком общаться. Чтобы у нас была какая-то причина, причем понятная, ясная. И об этой причине вы можете в первом сообщении человеку сказать, объяснить. Начать с человеком общаться. То есть благодаря нашей активности было сделано не нами, а другим человеком какое-то действие над вашим профилем. Кто-то добавился к вам, друзья, поставил лайк, писал комментарий. У вас есть причина, чтобы человека за это поблагодарить и начать с ним общаться. Но многие люди, которые начинают работать в социальных сетях, особенно сетевики, они считают, что нужно делать какую-то более простую активность, которая быстро приводит к результату. Эта активность сводится к следующему. К написанию личных сообщений людям, с которыми вы даже никаким образом не знакомы, с которыми у вас не было никаких касаний, вы чаще всего пишете им что-то вот такое. И практически всегда это заканчивается одним и тем же, что профиль этого человека просто-напросто банится. И когда кто-то из сетевиков говорит, что их компания работает без навязываний, без звонков и так далее, то все делается только в интернете, как это все хорошо. Люди, тот принцип работы, который они принесли из реальной жизни, то есть хватание всех подряд за руки и затягивание в их компанию без объяснения причин, они это же самое делают и в социальных сетях, и их банят. Я не могу сказать, что вот такая повышенная активность не дает результата. Такие действия, как вот были сделаны вот с этого аккаунта Ирины Мироновой, они приносят результат только в одном случае, когда у вас колоссальное количество вот такого плана технических аккаунтов, которые я создал. И вся эта активность делается не руками, а делается с помощью программ. Тогда можно рассчитывать на то, что кто-то заинтересуется, кто-то ответит, кто-то перейдет на ресурс, который вы рекламируете. Но выполнять такую активность руками, особенно все эти сообщения чаще всего пишутся по скрипту, это прямая дорога в банк. И так мы делать не будем. Конечно, когда у вас появится практический опыт, когда у вас появятся технические знания, часть активности можно перенести на программы. Вот в нашей закрытой части я буду рассказывать о нескольких программах, пойдем опять же от простого к сложному, которые могут снять с вас частью на активности. Вот то, что называется масс лайкингом, масс фолловингом, то есть массовое пролайкивание страниц, добавление в друзья, комментирование какие-то. То есть все это можно переложить на программу и получить внимание со стороны других пользователей социальной сети к своему профилю. Да, конечно, есть более грамотная активность, более правильная, за которую никогда вы не получите никаких банов. Чаще всего это платная реклама. Вы свои посты можете размещать за деньги, например, в группах целевых, и получать дополнительное внимание к своему профилю. Но заниматься платной рекламой можно только в том случае, когда вы понимаете, что то, что вы выкладываете уже имеет какую-то ценность для людей. То есть когда ваши посты уже люди без всяких денег, без всяких накруток сами начинают лайкать, комментировать. Когда вы уже провели такие тест-драйвы руками, тогда уже с меньшим риском, но с большим результатом вы можете вкладываться в платную рекламу. Средства автоматизации, конечно, нам потребуются, но в разумных пределах, и чаще всего для выполнения каких-то действий, за которые мы точно не получим бан. Либо те, кто захочет идти по пути. Я создаю множество технических аккаунтов, и из этих аккаунтов создаю массовые активные действия, и все перенаправляю, например, на какой-то главный аккаунт, либо на какой-то ресурс, например, ваш обостраничный сайт. Это тоже один из путей привлечения трафика на ваши продвигаемые ресурсы. Еще раз повторюсь, критерием того, что вы ведете правильную работу в социальных сетях, является увеличение количества просматриванности ваших постов. Люди начинают писать вам в личку, хотя бы какие-то сообщения каждый день вы получаете. Люди начинают комментировать ваши посты, писать что-то, что вы молодец, что вы делаете что-то правильно. Люди начинают добавляться к вам, друзья. Вот когда это уже пошло, значит вы все делаете верно. Возможно, на ваш продающий пост вы не будете сразу быстро получать какой вам результат, то есть не будут вам пока еще сразу писать плюсики в личку, но движуха вокруг вашего профиля уже пошла. И если вы будете заниматься активностью регулярно, вы однозначно обеспечены на уст. Но это однозначно потребует времени, и времени достаточно много. Какая бывает активность, где ее лучше делать, я расскажу в отдельном ролике.